Приветствую друзья! Какое-то время назад мы с вами уже рассматривали мобильный ЦАП от Ивана Хлюпина, он же Иван Да. Однако с тех пор проект не был заброшен и к концу 2022 года в нем, судя по всему, накопилось критическое число изменений. Так что сегодня поговорим о его обновленной версии 9038D6K. В двух словах это довольно распространенный среди меломанов девайс, базирующийся на чипе ESS и претендующий на самый высокий уровень характеристик. О нем сегодня и поговорим. Поехали! Приходит новая ревизия в деревянной коробке, внутри которой находится только лишь сам ЦАП. Type-C кабель обычно продавец прикладывает по собственной инициативе. Не удивляйтесь, его может и не быть, поэтому лучше сразу докинуть в корзину нужной и не забудьте о переходнике на классический USB для подключения к компьютеру. Сам девайс не претерпел вообще никаких изменений. Это все тот же небольшой металлический корпус с гравировкой, индикаторным светодиодом, Type-C входом и выходом на стандартный джек 3.5 мм. И да, здесь все также наполовину выпирает Type-C разъем. В чем проблема его стандартно утопить, ума не приложу. Потребляет девайс примерно как и прошлая версия, то есть сто восемнадцать тысячных ампера при пяти вольтах. Не сказать, что это прямо рекорд, но весьма солидно. Особенно если учесть, что Truffier Shio при ста пятидесяти милливатах мощности забирает всего пятьдесят пять тысячных ампера. Признаюсь, ждал в этом плане каких-либо улучшений, но все осталось на прежнем уровне. По громкости у них, кстати, плюс-минус паритет и тот и другой редко когда выкручивал выше пятидесяти процентов. То есть 9038D6K вполне способен раскачать как внутриканальный, так и многие из полноразмерных наушников. Разрешение сигнала тоже осталось прежним. Это все те же 32 бита 384 кГц для PCM и DSD256 без поддержки МК и потоков. В работе аппарат незначительно греется, гарнитуру естественно не поддерживает, а в паузах имеет абсолютную тишину. Но тут есть небольшой нюанс. При использовании 4G и 5G сетей ЦАП дает ощутимые такие наводки, что на мой взгляд сильно ограничивает его в использовании. С компьютером тоже не везде гарантируется нормальная работа. Так на моих ноутбуках Acer и MCA имеются тотальные для прослушивания артефакты. Решение я нашел. Просто сносим предлагаемый производителем драйвер и пользуемся тем, что подтягивает Windows по умолчанию, ну или можно покопаться в старых ревизиях драйверов. Причем, как оказалось, это вообще не зависит от версии USB. То есть проблемы есть и все они струйным шагом перешли в новую ревизию аппарата. И вот это прямо сильно разочаровывает. О том, что пора бы уже выпустить девайс сразу с выходами 3.5 и 4.4 миллиметра я даже не говорю. Из начинки нам известен использованный чип конвертера ESS ES9038Q2M USB на контру CT7601 и усилительный тракт на OPPO 1622 и OPPO 1602, который нам и дает те самые 180 мВт на 32 Ома нагрузки. Что же, вы спросите меня, вообще здесь изменилось? Судя по описанию на странице продавца, ничего существенного, за исключением наконец-то появившегося в устройстве режима ожидания. То есть в паузе жор батареи источника будет намного ниже. Под Windows, как я уже говорил, имеем соответствующие драйверы от компании Comtru, благодаря которым можно получить поддержку старых версий системы и полноценный ASIO интерфейс. Это вдобавок к не менее качественному в SEPI. Плюс имеется софт для Windows и Android для тонкой настройки устройства, под которой понимается стандартный уже выбор цифровых фильтров и, что не так очевидно, коррекция гармоник. Единственный минус, приложение под Android платное и все бы ничего, если бы дали хоть пару дней на попробовать, однако покупается по факту код в мешке, поскольку непонятно, нужно тебе это на самом деле или нет. Альтернатива существует, приложение под Windows, но там корректировка происходит методом полной перепрошивки, что, мягко говоря, очень спорно. Для Linux, Mac, iOS и Android никакие драйверы вообще не нужны. BitPerfect есть и, как видите, в наличии прямой доступ к аппаратному уровню громкости. Измерения проводил в разрешении 24 бита, 96 кГц на АЦП Иванда Космос, где все пункты программа выдала в состоянии отлично, за исключением взаимопроникновения каналов, что для небалансного выхода вполне нормально. В остальном имеем превосходную кривую АЧХ, шумовую полку на минус 155 дБ, отличный динамический диапазон и искажение на уровне минус 126 дБ. Причем интермодуляционные тут даже чуточку ниже, а гармонические в процентном соотношении выдают 0,08%. Встречаю с ней, конечно, результаты ниже, ну и это просто фантастика. Технический аппарат бесподобен. По звучанию мне сложно судить по памяти, но первая ревизия была прямо супер нейтральной, холодной и чрезвычайно плоской. В D6K, на мой взгляд, немного добавилась музыкальности, есть легкое смягчение тембров, однако все по-прежнему хлестко, технично и до безобразия плоско. Да, у инструментов чувствуется небольшой объем и прорисовка сцены в глубину, если прислушаться, кое-какая имеется, но все это больше благодаря наушникам. Если же судить строго, то в оркестровой и любой другой инструментальной музыке пространство окажется словно прилипшим к переднему плану. Акустически это вообще говоря неверно и не дает понимания глубины зала. При этом для рока, металла и различной электронной музыки все просто шикарно. Идеальная четкость, прорисовка и разделение инструментов. Неважно в какой композиции темп, все будет разложено прямо по полочкам. А вот всякое акустическое, честно говоря, строго мимо. Слушать, конечно же, можно, но о естественности и речи быть не может. По наушникам смотрите только в сторону чего-то мелодичного и насыщенного по характеру. Всякие планарные и чисто арматурные решения со свойственным им гиперразрешением и относительно тонким телом звучат с героем обзора откровенно слабо. Например, в моих тестовых композициях труба практически не отличалась от звукосинтезатора и это вот прямо кошмар. А вот Cephal Performer 5, Harmonic Dime Devil и Tin Hi-Fi T4 Plus звучание обладало акустически правильным весом, отличной выразительностью и мелодикой. Да, этого все равно недостаточно для сложного джаза, фанка или ритман-блюза, но слушать, как говорится, уже можно. То есть силу специфики подбирайте к нему в пару что-то максимально музыкальное. Это улучшит прорисовку четкости атаки наушников и при этом смягчит и насытит характер самого ЦАПа. Если же быть совсем откровенным, то реши, Ванда, вопрос с объемом 9038D6K вполне мог бы поспорить с некоторыми даже весьма недешевыми стационарами. А так здорово, конечно, но без особого погружения и ощущения восторга. Разбирая звук по частотам, здесь в миру глубокий, но прекрасный по скорости и упругости бас, практически кристально чистая серединка с превосходной прорисовкой нюансов и, как я уже отмечал, легким аналогом смягчения. Впрочем, не удивлюсь, если это добавляют наушники. Веса по мне так нормально, верх особо не подчеркивается, то есть весьма приличное звучание. А если еще и грамотно подобрать наушники, то будет вообще мечта меломана. Да, с ограничениями, но в своем ценовом диапазоне это просто сверх круто. Сравнивать же героя обзора можно разве что с Muse Hi-Fi M3 и KTB03, которые хотя и тотально уступают Ванда в качестве измерений, но лично на мой вкус намного мелодичнее, выразительнее и глубже. Против Айбаса DC06 Shanling UA3, например, Труффер Шио, выставлять D6K нет вообще никакого смысла, поскольку они больше про музыкальность, а герои обзора про точность, скорость и разрешение. Ну и напоследок, приоткрою смысл использования героя обзора с ЭЦП Иванда Космос. Если вы просто слушаете музыку, оно вам, откровенно говоря, вообще не нужно. Однако, при помощи специальных переходников можно очень тонко настроить гармоники и добиться от ЦАПа каких-то совершенно невероятных циферок, различить которые на слух не представляется возможным. То есть значение ради значений. Если вы используете ЦАП для профессиональной деятельности, связанной не с музыкой, а с сигналом, то описанная связка поможет сделать просто фантастический стенд. Нормальных же людей все эти танцы с бубном только запутают. Покрутить гармоники в приложении, чтобы чуть-чуть смягчить или наоборот сделать звучание холодным, это да, все остальное от лукавого. Даже не заморачивайтесь, это тема для физиков, а не для меломанов. Итогом, мобильный ЦАП Иванда 9038D6K вызывает уважение за новую экологичную упаковку, прекрасную во всех отношениях начинку, наличие режима экономии энергии, приличную выходную мощность и просто восхитительные результаты измерений. Технический аппарат превосходен, уверен многие с этим согласятся. По минусам же меня разочаровал гигантский пласт проблемы старой ревизии, успешно перекочевавших в новую. Да, по большей части это не баг, а фишка, но все-таки. Плюс еще с актуальными драйверами девайс почему-то не дружит. Если вопрос стоит, обновлять ли старую версию 9038D на D6K, то думаю в этом нет никакого смысла. Но если вы только хотите приобрести ЦАП от Иванда, обратите внимание на актуальную ревизию. Хуже точно не стало, а вот насколько лучше, большой вопрос. По звучанию же новая ревизия, на мой взгляд, чуточку музыкальнее. В остальном это все тот же предельно чистый, хлесткий и детальный звук с довольно-таки плоской сценой. Наушниками это дело правится, так что к их подбору отнеситесь серьезно. Лично мне звучание D6K нравится, хотя я и не поклонник такого акцента на разрешение. Добротный ЦАП вполне можно рассмотреть к покупке, но, как я описал, есть свои нюансы. А на этом у меня все. Это был мобильный ЦАП Иванда 9038D6K. Всем добра. Подписывайтесь, ставьте лайк и присоединяйтесь ко мне во ВКонтакте и Телеграме. Всем добра. для поклонниковuepícia игры. Всем добра. LOOK! Добро рейх